Думра, балалайка, гитара – это не гости, а постоянные жители отделения народных инструментов Пучинской музыкальной школы. Но особое место в их звучном царстве занимает Его Величество аккордеон. Именно этому клавишно-духовому инструменту отдает предпочтение большинство юных дарований. Именно ему ежегодно в мае посвящается концерт. Красивому, гордому инструменту, с которым можно не поплакать и посмеяться, с которым можно поговорить и который мы все очень любимы. Сегодня на сцене выступают ребята, все те, которые учатся на аккордеоне. Многие учащиеся совсем еще юным возрасте знакомятся с данным музыкальным инструментом, ищут и находят с ним общий язык. А ведь сделать это не так уж просто. Маленькое сосредоточенное личико еле виднеется из-за высокого колоритного аккордеона. Крохотные пальчики спешат найти из большого числа клавиш нужную. И постепенно, шаг за шагом, по словам Ксении Сироковой, учишься и незаметно влюбляешься в этот задорный инструмент. Я не впервые выступала, но когда я первый раз выступала, мне было очень страшно. На сцену выходили и совсем юные дарования с небольшими музыкальными зарисовками, и ребята постарше, с более серьезными произведениями. Среди исполнителей были также выпускники отделения народных инструментов. Все они когда-то выбрали аккордеон. И один путь к совершенствованию своих музыкальных способностей. Программа концерта была разнообразной. Она выбрала в себя и быстрые задорные мелодии, и спокойные лирические произведения. Широко разжимались смеха аккордеона в руках исполнителя. И начинали звучать народные мотивы, которые являются настоящим живительным эликсиром для любой русской души. Ольга Батайкина и Елена Головина на концерте выступили не только в роли наставников. Помимо того, что педагоги поддерживали учеников в зале и за кулисами, они стали еще и непосредственными участниками концерта. Ольга Батайкина была ведущей вечера, а Елена Головина – виртуозным дирижером. Также они порадовали зрителей совместным номером. И сольные номера, и дуэты зрители принимали одинаково тепло. Но наивысшее впечатление на гостей произвело выступление оркестра аккордеонистов. Насыщенное, сочное звучание сразу 15 клавишно-духовых инструментов покорило зал. Подтверждением тому стали бурные аплодисменты и восторженные крики «Браво!». Аккомпанировали ребятам две хрупкие девушки. Одна играла на рояле, а другая отбивала ритм на барабанные установки. Песня «Черный ворон» в исполнении оркестра завораживала слушателей своими контрастами. Медленную протяжную мелодию сменяли быстрые маршевые ритмы. Сквозь оттенки размеренности, спокойствия и задумчивости в музыке пробивались волнительные, будоражащие сердце тревожные ноты. По названию концерта можно понять, что аккордеон – инструмент не из простых. К его величеству нужно особое уважение. На концерте можно было убедиться в том, что ученикам музыкальной школы удалось найти не только правильный подход к инструменту, но и заветный ключик к сердцу зрителя. Анна Зарубина, Сергей Воронков, Михаил Поляков. ТВ «Спущино». Продолжение следует...